Всем привет! Это Ирина Воскресенская. Сегодня мы будем с вами делать заготовку. Заготовку, запеканку куриную. Очень летнюю, потому что она такая не тяжелая. Мы будем использовать свежую капусту. Баклажаны использовать будем, которые сейчас много. И они дешевые по сравнению с зимой. Помидоры хорошие. Лук у меня тут. Посмотрите, какая шикарная зелень. С базиликом я буду делать петрушки. Тут немножко укропчика. Делать буду я с курицей, с филе куриным. В принципе, я думаю, что такую заготовочку можно делать и с говяжьим фаршем, если вы захотите. Очень даже будет нормально. Сейчас что мы делаем? Чтобы побыстрее мне... А, да, запекать мы будем. Вот, смотрите, в фикс-прайсе я гуляла и увидела вот такие поддомчики. 25 рублей всего стоит. И решила сделать заготовку. Кстати, вот эту заготовку я потом уже покажу, когда мы ее сделаем. Ее можно запросто замораживать. Можно ее как полуфабрикат замораживать. И можно как готовое блюдо замораживать. Это такая вот прям отличная вещь. Например, у вас есть там день какой-то в неделю. Например, в субботу вы можете наделать несколько таких запеканок. Потому что я планирую несколько вам показать. Подвигло меня на это, на то, что я сама очень занятая человек. Я думаю, что таких много девочек, которые работают. И мы потом вечером тоже хочется больше проводить с семьей. И хотя бы отдохнуть для себя, что-то почитать. Так что вот такие запеканки, они очень выгодны в том плане, что вы можете, если это полуфабрикат вытащить из морозилки, поставить в холодильник утром, а вечером просто поставить такой поддон в духовку, и все запечется. Если у вас готовое блюдо, также вы это вытаскиваете. Оно у вас утром вытащили в холодильнике, и к вечеру она оттаяла, и вот только разогреть. Вот. В общем, давайте делать. Все поэтапно я вам все покажу. Капусту сейчас с луком и с баклажаном я порежу. И буду тушить. В это время, пока у нас овощи будут тушиться, я пожарю, ну, тоже не уже на сковородке, просто пожарю филе куриное. Порежу кубиком, пожарю. Ну, давайте делать, я все покажу. Капусту я пошинковала. Здесь у меня баклажан и лук. Взбила растительное масло. Добавлю соль. Добавлю сейчас сушеный чеснок. Можно свежий у кого. Все, вот это мы сейчас немного с вами обжарим, а потом поставим тушиться уже капусту. Пока обжариваются там овощи, мы с вами займемся курицей. Порезала я кубиками. В сковородку, масло. Сейчас посолим, добавим карри. Вернее, куркума у меня. И чеснок. Все очень хорошо сочетается с курицей. Овощи обжарились. Я положила туда капусту и налью немножечко воды. Закрываем. Выбираем режим тушения. Так, 40 минут. Старт. Все. Капуста готова. Курица тоже готова. Сейчас вот покажу. Вот так я ее сделала. Видите, она готова, но не зажаренная. Так, выложили капусту. Теперь кладем в курицу. Теперь у нас было 2 помидорины. Мы нарежем сейчас кружочками и красиво уложим сверху. Теперь порежем зелень. Еще раз скажу. Ну, зелень-то любая может быть. У меня базилик, конечно. Базилик с помидорой очень хорошо сочетается. Будет очень вкусно. Укропчик, петрушечка. Мелко порежем и сверху посыпем. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Сейчас мы делаем заливку. Я буду использовать половину вот такого сыра. Сыр, кстати, может быть любой твердый, какой найдете. Ну, конечно, чем лучше найдете, тем вкуснее запеканка будет. Я использую грозитскую сметану. Полностью вот эту баночку буду использовать. И мне нужно 2 яйца. В чашку выложу сметану. Вернее, сначала даже яйца забью, потом сметану. И отру туда половину сыра. Перемешаю. Эту заливочку мы будем выливать наверх нашей запеканочки. Вот такая заливка получается. Сейчас я ее полью. Все. Наша запеканка как полуфабрикат готова. Вот смотрите. Можно сейчас. Она должна, конечно, остывшая быть. Ее можно завернуть в пленку пищевую плотно. Не забыть ярлычок между пленочкой. Написать там, какое сегодня число, когда вы это все приготовили. И отправить это все в морозилку. В день, когда вам нужно, вы захотите, например, на вечер эту запеканку. Вы ее утром вытаскиваете из морозилки в холодильник. И она у вас к вечеру отойдет. Ну и вот в таком виде. Это заливка. Овощи. Все абсолютно хорошо замораживается. Ну, естественно, нельзя повторно размораживать, замораживать. Это нельзя. Замечательно себя чувствуют в морозилке. Я сейчас буду это сразу в духовку. То есть, вот если заморозить вот так, это у нас получается как бы полуфабрика. Да, потому что когда она разморозится, там, вы вечером придете в духовку, сунете, ее надо будет доделать. Я сейчас, я уже включила духовку, вверх-вниз 200 градусов. Буду это запекать. Такую готовую запеканку можно также разложить в такие порционные лоточки, которые вы можете брать на работу или дома разогревать. Это тоже очень хорошо замораживается. И всегда будет как палочка-выручалочка. Вот такие запеканочки, такие заготовочки мы с вами будем делать и в морозилку отправлять. Потому что, чтобы у нас на неделе, ну, побольше времени оставалось для себя и для семьи. Отправляю это в духовку. А вы, еще раз скажу, можете выбрать два варианта. Один сразу, вот сейчас все это завернуть, только пленкой обязательно отправить в морозилку. Или, как и я, тоже сделать и уже потом только разложить в порционные такие лоточки. Вот такая красота у нас получилась. Это еще и очень вкусно и не очень тяжелая такая. На ужин хорошо, на работу хорошо, сытно довольно-таки. Ну, еще раз повторю, это очень вкусно. Вот, полностью остудить. Можно прям тоже так же завернуть в пленку, написать и релычок, когда готовили, и отправить в заморозку. Можно разделить на четыре части. И тоже хотите в лоточки отправить, хотите просто в холодильник. Смотря сколько у вас, в общем, дома человек. Если вот семью, полную там, мам, папа, двое там или трое детишек. Это абсолютно вот на два дня, отличный такой у вас. Два дня вы не думаете про ужин и обед, например. Не знаю. В общем, готовьте, это очень вкусно. Готовьте впрок, если хотите. Так что до новых видео, до новых запеканочек, до новых заготовок еды. Пока-пока. Ваша Ирина Воскресенская.